Российская армия, похоже, готовится к новому наступлению. Окупанты стягивают войска из разных регионов и движутся в сторону Запорожской области. Об этом заявил советник городского главы Мариуполя Пётр Андрющенко. Он отметил странные движения в рядах войск россиян, которые, судя по всему, свидетельствуют о начале новой кремлёвской спецоперации. Накапливают они там людей и живую силу, и технику, и навозят боекомплекты, как непосредственно из России, новоазовского направления, так и непосредственно тянут её с Донецка. Они продвигаются колоннами с техникой, с топливозаправщиками, с гражданскими автомобилями. То есть это полностью сформированное подразделение, которое со стороны РФ движется в сторону Запорожья. Странные движения на запорожском направлении, да и в целом вдоль всей линии фронта вторую неделю к ряду отмечают и военные аналитики. Эта информация вроде как бы есть, но подтверждений ей нету, и вот она остаётся в такой серой зоне. И вроде бы правда, и вроде бы неправда, но непонятно до конца. По всем признакам Путин, похоже, действительно готовится к новому наступлению. Неужели прорваться к Запорожью – очередная идея фикс российского диктатора? На данный момент резко активизировалось запорожское направление. Например, в течение последней недели россияне пытались атаковать на гуляйпольском направлении. Данная тактика – это опять-таки тактика Российской Федерации, которая более известна как тактика тысячи порезов. То есть основная задача россиян – максимально растянуть усилия сил обороны Украины и, главное, оперативных резервов Генштаба вооруженных сил Украины. Фактически пришло в движение вся линия российско-украинского фронта. Как таковых второстепенных участков фронта уже не существует. Однако, несмотря на то, что в движении сейчас находится практически вся линия фронта, а ситуация на запорожском направлении обостряется, аналитики не спешат бить тревогу. Поясняют, россияне хоть и продолжают пользоваться своей излюбленной тактикой местных штурмов, результатов последнее не дает. При этом перекинутых резервов в сторону Запорожья явно мало, чтобы переломить ход событий на фронте. Однако Кремль, похоже, мириться с реальностью не собирается. Наоборот, российская пропаганда обещает единым маршем выдвинуться не только на Запорожье, но и Сумы с Черниговым. Много появилась разной информации, что, дескать, какие-то действия врага происходят в направлении севера Черниговщина-Сумщина. На самом деле, что происходит там? Ситуация полностью контролируемая нашими силами. Враг производит так называемые сковывающие действия. Выходит, все это лишь очередная уловка Кремля. Попытка растянуть силы обороны и имитировать наступление на ВСУ. Понятно, что хочется захватить Запорожье. Сил захватить Запорожье нет, но продвинуться туда силы есть. И, скорее всего, это все делается сейчас в уральном режиме перед потенциальными какими-то мирными переговорами. Любая информация, что там началось какое-то наступление, не отвечает действительности. Пожалуйста, не ведитесь на это. Слава Украине! Победим всех! Угрозы прорыва российских войск вглубь украинской территории именно на Запорожьском направлении на данный момент нет. Используется тактика наступления малыми пехотными группами, фактически без поддержки тяжелой бронетехники. Хотя все потуги противника и не увенчались успехом, военные аналитики все же не советуют слишком расслабляться и полностью отметать возможность российского контрнаступления ни на северных границах, ни вблизи Запорожья. Именно поэтому ВСУ активно укрепляют свои позиции по всем фронтам. Ситуация контролируется Генеральным штабом Вооруженных сил Украины. Подобные сценарии они просчитываются. Кроме того, на запорожском направлении проведены дополнительные инженерно-фортификационные сооружения и работы, которые не позволят оккупантам реализации планов в моменте захвата территории Запорожской области, контролируемой Вооруженными силами Украины. Выходит линия фронта под надежным контролем. Чего нельзя сказать об оккупантах. Мечась от одной позиции к другой, кремлевская армия все сильнее и сильнее выдыхается, теряет боевую слаженность и демотивируется. А это уже может стать поводом для ответного украинского контрнаступления.